Я думаю, музей Пежо во Франции. Хера узнать, где музей Пежо. Я не люблю Пежо. Почему ты Пежо купил? Потому что именно такси... Я не хочу всю жизнь горбатиться на кредит, как и шаг. Так что я взял Пежо. А что? Камри. Ты должен был купить Камри. 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 Так, еще следующие. Сейчас байкеры еще подвалят, смотри. Я тебе говорю, по-любому. Всем привет, это канал OutSound. У нас сегодня очень необычный обзор, потому что у нас машина мечта. В этой машине мечтали, наверное, все, когда этот фильм вышел. Он вышел в 98-м году или 9-м. 20 лет почти, короче, прошло. И этот же автомобиль, ровесник фильма, его выпустили в 99-м году. Машина, несмотря на свой возраст, до сих пор может наказать некоторых немцев. В фильме все видели, да, как она наказывала двух 124-х волчков. Я в это не верю. Это был монтаж. Но вот реальный автомобиль у нас сегодня с трехлитровым V6 мотором, 190 лошадиных сил. А бэх он чуть-чуть выигрывает. На трассе мы дали сегодня на нем 200. До 200 он разгоняется, ну, так, достаточно лениво. Но где-то до 150 динамики не теряет. В 99-м году у этих автомобилей прошел рестайлинг. Сменились моторы. И вот этот же мотор, который здесь стоит, стал мощнее. Он стал 207 лошадиных сил. А здесь у нас версия дорестайлинговая 190 лошадей. Однако кузов у нас рестайлинговый. И, я бы сказал, очень рестайлинговый. После заводского рестайлинга Дима, хозяин автомобиля, который меня сейчас, кстати, и снимает, сделал небольшой тюнинг и привел его в точную копию того самого такси Марселис. Только второй, да, этой части? Именно во второй части появился бампер. А то сейчас начнут гуглить, в первой части там все было гораздо проще. Во второй части появились вот эти вот воздухозаборники на крыше. И сейчас люди смотрят, недоумевают, ну, зачем они были нужны, да, на этой машине. Конечно, много сказок в этом фильме. Но здесь у нас, я надеюсь, не будет никто писать, что колхоз. Потому что концепция – это именно копия точно того самого культового автомобиля из культового фильма. Интересные факты о фильме «Такси». Вы можете, в принципе, их загуглить, озвучить буквально пару самых интересных. За фразу «Ну что, баварцы, до сих пор на тракторах ездите». Проедем, проедем. Ну что, баварцы, так и ездите на тракторах. Люку Бессону пришлось заплатить компании «Мерседес-Бенц» 2 миллиона долларов. Они у них отсудили. Но кассовые сборы этого фильма были 200 миллионов. Я думаю, они посмеялись и сделали это шутях. Это, наверное, тяжело, да, с двумя миллионами долларов расставаться, даже если у тебя есть 200. Второй интересный факт. Власти Марселя, по-моему, там снимался фильм, они запретили ночные съёмки. Все погони снимались днём. Мы сегодня прохватим на этой машине, наверное, немножечко по ночному Ростову. Но если не будет возможности, хотя бы послушайте звук двигателя. Побудете с нами внутри. Мы уже покатались по трассе. Это видео вы сейчас увидите. Машина меня очень удивила. Ну, собственно, послушайте вот мои впечатления от езды. Итак, мы едем в трёхлитровом V6. Ну, по факту 2.9, да, там хочется нажать. Звучит приятно, выхлоп есть. Снутри, конечно, не такси ни хрена, да? Такси у нас снаружи. Ты едешь, понимаешь, что люди все оборачиваются, смотрят. Машина реально внимание привлекает. А там камера дальше, мы не поедем сейчас быстро. Хотя нас провоцирует зелёный Матисс, посмотри. Мне кажется, он хочет погоняться. Смотри, как всё, в окна аж вылазят. Надо было снимать. Снимаете? Да, там армяне аж вылезли, там восьмером. В окна во все. Тебя часто останавливают? Нет. Они просто смотрят и провожают. А вон они стоят, смотри, сейчас у них радар упадёт, как в фильме. Чёрт. Да ладно, смотри. 150 едет. 20 лет машине. 170. Кто-то нам помешал. А как рычит, а? У-у-у-у-у. Вот сейчас эти машины, наверное, лучше Мерседеса в 124-х. Ну или только твоя, Дим, я не знаю. 124-й поищи ещё. Шумка говно. Честно. Надо двери клеить, вот прям с дверей шумит. 190. В горку вот мы сейчас едем и она набирает. 190, но она набирает ещё в горку. А как снаружи мы сейчас смотримся, а? Такси прёт Марсель 200. А вот, собственно, и 200. Долго, да. Во хули вы хотели 20 лет тачке? 205. Покачивание есть, но нету неуверенности. Ну сейчас вот 170, вот перестраиваемся быстро. Нормально. Управлять можно. Вот на 180, на 190 ещё можно уйти там от удара или что-то такого не будет. Как вот на этих ужасных видео про аварии. Когда человек кто-то обгоняет, он рулём чуть дёрнул и всё, его начинает моталять. Тачка дорогу держит. 190, смотрите. Вот. Вообще, ну да, не чувствуется. Кроме того, мы чуть-чуть дали боком, да, на этом автомобиле. Дима не хотел, но я его очень попросил. Говорю, ну хотя бы чуть-чуть. Я хотя бы в замедленном сниму. Интересные факты об этом автомобиле. Двигатель 3 литра V6, как я уже сказал, он прошёл 300 тысяч. У него пробег. Не знаю, родной или может скручивали. Вперёд или назад, я не знаю. Ну, ремонтов не было, Дима говорит, у него. А предыдущие владельцы тоже, наверное, делали ремонт. Нет? Никто не делал, да? Японец чистый, вот только из Франции. Я не знаю, японцы столько не ходят, наверное. Это Диме. Дима – это тот самый человек, чьи работы по перетяжке, вы видите практически в каждом нашем обзоре, всё практически, что делает Тигран, потом отдаётся на перетяжку Диме. Именно он перетягивал обшивки в Тренахе, именно он перетягивал полностью салон в Хаммере, ещё около 18 миллионов тысяч наших проектов. Это всё делал он. Автомобиль он очень любит и использовал свою профессию в нём тоже. Салон перетянут весь алькантарой и кожей. Ну, не совсем натуральной, да? Дима, вот он спец своего дела, он подбирает такой кожзам иногда, который, ну, может быть, не лучше кожи, но не хуже. Ну, а в каких-то моментах лучше. Он именно мне перетянул руль на бэхе. Я вот сейчас не нарадуюсь. Я не знаю, ты всё, да, перетянул, по-моему? Там ничего не осталось. Потолок перетянул? Да. Ладно, сейчас я найду, что ты не перетянул. Козырьки перетянул? Нет. Вот, я нашёл. Салон от купешки, от 406-й, и передние сиденья, и задние. И сзади вот третьего места нету, то есть там она двухместная по сути. Ну, третьего можно посадить как кого-нибудь, кому не жалко свою жопу. Он её отобьёт об вот эту штуку. Ну, очень удобный, комфортный салон. Мне очень удивилось сегодня, что машине 20 лет, а в ней реально и сидеть комфортно, и идёт она по трассе хорошо. Нету вот ощущения вот этого старого автомобиля, там, у которого там чуть хуже, там чуть хуже. Херовая шумоизоляция, да? Но можно доработать, в принципе. Дима не полностью её сделал, двери у неё не зашумлены, и это на 200 слышно. Динамика очень сильно ощущается в машине. Она буксует. Вот пока первую держишь, она всё это время, пока держишь газ, буксует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикольное ощущение, но не прикольно из-за того, что передний привод. Всё-таки вот на заднем гораздо веселее. Чтобы привести её в такой же вид, как в каком она была в фильме «Такси», был установлен спойлер, вот эти две херни наверху. Я не знаю, как это, воздухозаборники назвать, что это вообще? Не знаю, сборники комаров теперь это. И, конечно же, «Такси Марсель». Очень прикольно будет, если следующий владелец будет таксистом. Вот это вот будут люди удивляться. Взываете такси и выходите. Ну, представляете себе человека впечатление, когда он спускается в такси и видит «Такси Марсель». Мы сегодня насмотрелись на огромное количество людей, которые останавливались сфоткаться. Нельзя просто так на этой машине остановиться. Даже здесь мы остановились. Вот ребята к нам подъехали, попросили сфоткаться. Останавливались на трассе. Просто люди едут по трассе, тормозят, сдают задом. Выходят, вытаскивают телефоны, начинают фоткать, снимать видео. Ну, реально я не представляю, на какой сейчас дорогой на маркетинг. На МГГТ будешь ехать, на Мерседесе, оно не столько будет привлекать внимание. Люди, представляете, которые первый раз просто едут по дороге и видят такси из фильма. Машины узнают все. Равнодушным не остается никто. Женщина на заправке, которая нас заправляла. Мы подъехали, а у меня сразу появилась улыбка и говорит, вы, наверное, не в тот город приехали. Пампер, как и все, собственно, остальное, был вылеплен в Ростове. По фотографиям, по видео вымерялся масштаб. То есть там серьезная работа подготовительная была проведена. Я сколько здесь спрашиваю Диму, он говорит, она один в один, да? Также были установлены оригинальные диски, точно такие же, как в фильме. Но я сегодня о вас поспорил. По-моему, был ниже профиль и больше размер диска. Ну, посмотрите на фотографиях вот самые глазастые. Напишите в комментариях точная копия этих дисков или нет. И приколхозил вот эти синие штуки. Ну, я думал, что он их приколхозил. Говорит, нет, они были точно такие же в фильме. Наверное, в 99-м году это круто смотрелось очень. До сих пор сейчас и новые машины некоторые такие ездят. И болты, и красненькие у многих, и фиолетовенькие. Была заменена тормозная система. Назад были установлены дисковые тормоза взамен барабанных. Вперед были установлены настоящие четырехпоршневые суппорта Brembo. И выхлопная система также была заменена. Были установлены какие-то там сколько-то там трубы, какие-то там сколько-то там банки. Дима все это сказал, я ничего не запомнил. В6 с выхлопом. Все-таки, конечно, это песня. Ту цель, которую Дима хотел достичь, он достиг. Люди обращают на нее внимание. У него редкий очень автомобиль, которых в России несколько, буквально два. Но они какие-то спорные, да, там есть. Они не точная копия, да? У тебя самая точная копия. Короче, это самая точная подделка. Оригинал стоит в музее Peugeot, по-моему, как-то он называется. Музей развлечений Peugeot или приключений Peugeot. Вот оригинал стоит там. Будете во Франции, зайдите обязательно. Я думаю, музей Peugeot во Франции. Хера узнает, где музей Peugeot. Я не люблю Peugeot. Почему ты Peugeot купил? Потому что именно такси? Я их никогда не любил. У меня, ну, у жены была 206-я. Мне нравилось на ней летать. Он смотрится как херпое мечто. И потом сломалась, и ее никто не мог очень. Вообще никто не мог очень. Я начал проклинать французов, и понял, что французов проклинаю не я один. Это давно было, я не знаю. Сейчас, наверное, все поменялось, но раньше можно было так встряпаться. До сих пор не любовь у меня к этой марке. Потом я еще какой-то выпуск смотрел в Top Gear, где они просто надругались над этим брендом. То ли им не заплатили денег, то ли они действительно ненавидят так люто французов и считают их плохими машинами. Однако бытует такое мнение, что Peugeot закончились именно на 406-м. Это мнение бытует, наверное, у владельцев 406-х, да? Скорее всего. Но, однако, мотор 300 тысяч прошел без ремонта. Я поверю Диме на слово. Ни хрена я тебе не верю. 300 тысяч пройти? Да не, ну как? Максималку мы сегодня не проверяли. Дима утверждает, что ехал на ней 240 было дело, да? На дорогах без ограничения скорости. Исключительно. Без других автомобилей. У нас сегодня получилось набрать 205. Но она ехала дальше. Ну, динамика теряется где-то после 150. Но, в принципе, набирает нормально тачка. Не... Ой, в ***. Давай, ладно, берем. Подводя итог, очень положительные впечатления оставил автомобиль. Ну, не ожидал я, действительно. Я думал, это дровишки с хорошей внешкой. Он классно едет, классно поворачивает. На кочках нет никакой расхлябанности. То есть автомобиль до сих пор, ну, можно сказать, в идеальном состоянии. Для 20 лет, действительно, состояние идеальное. Салон богатый, приятный на ощупь. Диме надо отдать должное за то, что... Не то, что ухаживал за этим автомобилем. И не то, что даже дал ему вторую жизнь. Я бы сказал так, дал бессмертие. Кинематограф такая вещь, которая в века остается. И каким запомнили все этот автомобиль тот самый. Это, наверное, был один из самых первых фильмов про гонки. Ну, вот именно про такие, про жесткие. По-моему, позже, да, Форсаж появился. Долго вы просили этот обзор. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Мне сегодня очень понравилось покататься. Бывают обзоры, которые снимаешь вот без особого вдохновения. Сегодня мне вот и покататься было приятно. Дима молодец. Или стеснялся, или разрешил мне поднавалить. Я нормально на ней полетал, действительно. Получил удовольствие, действительно. 20-летняя тачка. Никаких турбин, никаких чипов. Кто хочет купить этот автомобиль, подпишитесь на Диме инстаграм. Я не знаю, какой еще контакт его указать. Если я телефон оставлю, будет не совсем, наверное, логично. Подпишитесь на инстаграм. Он сразу под видео. И вот он вот здесь. Я его нарисовал. Комары за***ли уже. Диме поставил лайк сам Люк Бессон, кстати. Комментарий, да, он написал? Вводите аккуратно или что такое? Будьте осторожны. Будьте осторожны. Я типа знаю, что это за автомобиль. Предостерег вот так. Но Дима до сих пор всем рассказает. Приятно очень, что Люк Бессон откомментировал. А мне приятно, что у меня в инстаграме больше, чем у Люка Бессона подписчиков, кстати. Она всем пока живет игру. Всем пока живет игру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова ГРУСКИНО Дима владелец автомобиля. Да юб ты и мощный. Сука. Пижо какой-то. Желтая б***ь. Надо пропустить. я вижу не очень доверяю не учли это надо там пару по 2 а это не будет а сейчас ли сильнее надо помню это отпало тоже камера они не работают не работают если чё пришлёшь потом счёт да что за пиздец